Куда ты летишь? А? А в Париже? Привет всем! Мы начинаем наш новый проект, который мы планировали в течение целого года. Едем сначала в Париж, потом едем в Лапландию. Вот Ира приближается. Привет! Почему так долго готовили целый год? Во-первых, по нескольким причинам. Основная причина – надо заказывать гостиницу в Лапландии за год вперед, чтобы получить нормальные скидки, чтобы получить нормальные места, чтобы получить хорошие гостиницы. Второе – это одежда. Мы живем в очень теплой стране, и поэтому, чтобы купить хорошую одежду, нам пришлось ездить в нескольких поездок и покупать одежду. но сейчас мы готовы. Надеюсь, вы будете с нами. Скажи «Привет, Амали!» Мы в Дьюти Фри. Мы сейчас уже пришли, посетили Дьюти Фри, накупили всяких подарков. Мася обязательно купили что-то интересное. И ждем наш самолет. Будем кушать пиццу. Мама пошла за пиццей. А мы покушаем пиццу и поедем дальше. Правда, рейс, как всегда, да, вот такую штучку купили. О, какая интересная штука. Рейс у нас задерживается на час, так что мы в Париж приедем немножко позже. Но мы не торопимся. Так как у нас нет пересадки, мы пойдем в Париж. Будем в Париже две ночи, погуляем по Париже, а потом поедем дальше. Поедем в Лапландию. Всем привет! Да! Мы идем. Идем на посадку. Туда дальше идем. Идем на посадку в самолет. Дальше планы? Ждать самолет. Он опять опаздывает. Как еще дальше опаздывает? На сколько сейчас уже? 5-15 лет. А еще на 5-15 лет? Еще на 10 лет. Мы все-таки очень надеемся, что сегодня мы все-таки улетим в Париж. Чтобы не делать коннекшн, мы решили взять два билета. Один билет до Парижа, там переночевать, а потом лететь дальше в Кельсинки. Поэтому нам не важно. У нас есть две ночи. Поэтому во сколько сейчас опоздать самолет на час, на два, на три ночные. Мы все равно успеем. Пошли. Начинаем. Все, поехали. Главная туристка. Пошли уже. Я буду ехать. А, ну хорошо. Холе. Аэропорт тоже ли? Пойдем сейчас гулять. Мы переночевали. Еле вчера добрались со всеми опозданиями от самолета. Да. Сейчас пойдем в магазин. Называется Декатлон. Пойдем закупаться. У нас целый список вещей, которые нам необходимы для поездки на север. У нас есть теплые вещи. У меня есть. У Иры есть теплые вещи. А у Амалии нет теплых вещей. Потому что Амалия растет и мы не стали покупать. Так сейчас мы должны докупить то, что нам необходимо. Вот мы уже готовы. А вон Париж за окном. Люблю снимать еду из окна. Париж предновогодний. Весь красивый. Весь светящийся. Мы пойдем пешком. У нас магазин только открывается в 9 часов. Поэтому можем прогуляться по утреннему Парижу. Все парижане спешат на работу. А мы отдыхаем. У нас один день прогулки по Париже. У нас достаточно. Конечно, мы Париж весь не посмотрим, не увидим. Но хотя бы познакомиться немножко и купить вещей недостающих вполне возможно. Вчера нам показалось, что очень холодно. Амалия тоже ключевая холодно. Но на самом деле, по-моему, по-моему, не так холодно, как вчера было, когда мы приехали. А вон а вон вдалеке Ноттердам. У нас гостиница находится в самом центре. Все под боком. Три минуты ходьбы до Ноттердама, три минуты ходьбы до метро. называется гостиница Монбланк. Если кому понравится, кому понравится и будет интересно, пишите, мы дадим ссылку. Пишите в комментариях. Мы дошли, наконец, до дворца правосудия. Вот такое красивое здание. Идем дальше покупать куртки. сено. Сено. Сено течет. Жизнь течет и сено течет. Ну ладно, это я вывел. Давай еще раз. Дубль два. Сено. Мы находимся. Речка. И очень красивое здание. И люди ходят закаленные. У нас одежда, три пары штанов, две пары курток, носки куча. А девочки ходят в коротеньких ебачках и в тоненьких колготочках. Мне даже холодно на них смотреть. Поэтому я стараюсь на них не смотреть. Чему я должна радоваться. Пока мы ходили, пока мы гуляли, Амали уже акклиматизировался, ей уже тепло. На ножнике чисто и холодно. Зато нам можем пускать пары. Редактор субтитров А.Семкин